Вы смотрите новости онлайн. Соглашенные солистки оперы выступала в Большом театре России. С 2011 года она стала солисткой оперной труппы Мариинского театра. Также певица преподавала в Российской академии музыки имени Гнесиных. Максакова успешно строила не только музыкальную, но и политическую карьеру. Мария участвовала в выборах в Госдуму в 2011 году от партии «Единая Россия» и вошла в Комитет по культуре. До своего знакомства с депутатом Госдумы Денисом Вороненковым Мария Максакова состояла в гражданском браке с бизнесменом Владимиром Тюриным, которого, в частности, позднее заподозрят в гибели политика. Оперная дива подарила супругу сына Илью, ему 12 лет, и дочку Людмилу, девочка появилась на свет в 2008 году. В СМИ писали о том, что гражданский муж был на 19 лет старше Максаковой, однако в ЗАГС Тюрин возлюбленную так и не повел. Новый роман с членом фракции Коммунистической партии Денисом Вороненковым стал одной из самых обсуждаемых тем в прессе. Тогда 37-летняя певица и не помышляла о том, что выйдет замуж. На этот раз Максакова в белом платье и фате принимала поздравления друзей и близких. Пара расписалась в Кутузовском ЗАГСе в конце марта 2015 года. Свадьба Максакова и Вороненкова оказалась беспрецедентным для Госдумы. Дело в том, что это был первый брак двух депутатов от разных фракций в истории страны. В апреле 2016 года Максакова родила третьего ребенка – сына Ваню. После того, как Вороненкова обвинили в мошенничестве в крупном размере и объявили в федеральный розыск, пара спешно переехала на Украину, взяв с собой только младшего сына. Трагические события, произошедшие в семье артистки, отразились на ее карьере. Певицу исключили из партии, Марию перестали приглашать на концерты. Супруга Марии Максаковой Дениса Вороненкова застрелили у входа в гостиницу «Премьер Палас». Депутат скончался на месте от полученных ран. Позже СМИ напишут о том, что к гибели политика мог быть причастен бывший муж артистки Владимир Тюрин. Якобы бизнесмен не смог смириться с тем, что Максакова вышла замуж за другого и заказал Вороненкова. В одном из своих интервью украинскому телеканалу певица опровергла все эти домыслы, заявив, что ее гражданский муж не причастен к случившемуся. Мария же тяжело пережила потерю мужа. Оставшись одна с ребенком на руках, певица отказалась возвращаться на родину. Вскоре после трагедии артистка появилась на конкурсе Евровидения в украинской столице. Похудевшая певица произвела фурор. Недавно артистка кардинально сменила свой имидж, сделав короткую стрижку. В одном из своих интервью Максакова призналась, что могла бы представить Россию на песенном конкурсе, если бы ей поступило такое предложение. Спасибо за просмотр! Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. Пока-пока!